Борис Мельков работал в московской анимационной студии «Пилот», учился на высших курсах режиссёров и сценаристов, открыл своё рекламное агентство в Обнинске. Но всё это время художник не забрасывал кисточки и краски в дальний угол, продолжал писать, преимущественно акварелью или цветными карандашами, а вскоре и маслом. Работы Бориса Мелькова выставлялись в Доме учёных и художественной галереи. Вторая персональная выставка художника «История света» открылась в православном культурно-просветительском центре. Я сторонник классической живописи, реалистической. То есть я смотрю, и моими учителями внутренними являются наши русские художники. В основном это Крамской, Левитан, Саврасов, Поленов. Очень меня восхищает Репин. Хотя, скажем так, мне ближе Левитан по просто манере письма. Борис Мельков большую часть жизни прожил в других городах. Но Саров остаётся для художника особым местом, с которым связаны воспоминания детства и юности. Поэтому на выставке так много работ с видами родного города, его улиц, храмов. Также на картинах запечатлён Тивеевский монастырь, русские пейзажи, южная природа Сочи и Крыма, натюрморты. Художник так объясняет название своей выставки «История света». Художник может написать историю красками и кистью. И если взять широко, то он пишет историю света как мира. Если взять более сжато, то художник пишет историю солнечного луча, света, который каждую секунду меняет наш мир, как вокруг нас, так и внутри. Борису Мелькову близки слова художника Константина Коровина. В пейзаже должна быть история человеческой души. В своих картинах Саровский мастер постарался передать личные ощущения окружающего мира. Выставка «История света» проходит по адресу Мира 50, продлится до конца года и будет дополняться новыми работами в различных жанрах. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.